Привет! Новый месяц, новые новости. Готовы услышать еще одну порцию горячих новостей? Мы начинаем. Погнали! В Чечне выплатят по 100 тысяч рублей семьям, которые назовут детей в честь пророка Мухаммеда или членов его семьи. Выплаты смогут получить родители, чьи дети родятся с 28 по 29 октября. Благотворительную акцию приурочили ко дню рождения пророка. Предприимчивые родители уже на низком старте, чтобы в следующем году забрать свою сотку. Более тысячи сайтов перестанут открываться в интернет-эксплойер, среди них Google, Facebook и Twitter. Windows 10 будет автоматически перенаправлять пользователей в новый браузер Edge от Chromium. В Москве в офисе Яндекс.Такси мужчина облил себя бензином и требовал встречи с генеральным директором под угрозой самосожжения. Его уже задержала полиция и выяснилось, что у таксиста произошел конфликт с работодателями. Ему не выплачивали заработную плату, а после отключили от сервиса. Да уж, работа в такси – огонь. В России утвердили единые правила пользования пляжами. В частности, теперь на пляжах запрещено сорить, прыгать в воду, откуда попало, играть в спортивные игры там, где все лежат, и приводить животных. Кстати, в воду нужно заходить по талонам, записаться можно на госуслугах. Во время футбольного матча в Шотландии камера с искусственным интеллектом перепутала лысину бокового арбитра с мячом и следила за ним в течение всей игры. С таким интеллектом человечество пока может жить спокойно, но надолго ли? Не знаю. Актер Михаил Ефремов не будет отбывать срок в колонии, а останется в хозяйственном отряде столичного СИЗО номер 5. Об этом сообщила член ОНК Марина Литвинович. По ее словам, в СИЗО есть зал для культурных мероприятий, где Ефремов сможет выступать перед публикой, читать пьесы и даже создавать тюремный театр. Заключенные уже ждут, не дождутся, когда Ефремов начнет снимать там кино, чтобы переснять побег из Шеушанка. В Германии робот-газонокосилка помешал вору украсть себя, отправив сообщение владельцу, когда его подняли с земли. Круто, в Германии у газонокосилок есть телефоны, с которых они могут переписываться с другими газонокосилками и хозяином. В Индии арестовали мошенников, продавших врачу лампу Аладдина за 90 тысяч долларов. Один из мошенников представился оккультистом, а другой в костюме играл роль Джина. Видимо, Джина играл без руков, потому что поверить такое можно только при очень хорошей актерской игре. Клип на детскую песню Baby Shark стал самым просматриваемым видео на Ютубе. Он собрал 7,04 миллиарда просмотров и обогнал Диспосита. Поздравляем всех малышей, если они нас смотрят. Если нет, то поздравляю малыша-акулу. В Башкирии запретили продажу энергетиков несовершеннолетним. Правильно, у детей и так много энергии. Продавайте постарше. Минпросвещение РФ порекомендовала классным руководителям во время дистанционного обучения проводить классные часы в Инстаграм. Некоторые школьники на классных часах и до этого-то в Инстаграм залипали. Так что ничего нового. На Шри-Ланке около 120 черных дельфинов массово выбросились на берег. Четверо животных погибли, остальных удалось вернуть в океан силами военных волонтеров. Местные власти заявили, что это был самый большой выброс черных дельфинов на берег за всю историю страны. 2020 продолжает бить антирекорды. Что вы думаете по этому поводу? Заканчиваем выпуск рубрикой «Странные новости». Попугай из США спустя 4 года скитаний вернулся к своему хозяину со знанием испанского. На этом все. Ставьте лайки, если понравилось, и пишите комментарии, если не понравилось. Дизлайки не ставьте, не просила. Увидимся на следующей неделе. Пока!